Всем привет! В этом видео расскажу о том, как создавать шнек с переменным шагом. В прошлом видео я показал, как создавать шнек с переменным профилем, а здесь будет именно переменный шаг. Итак, приступим. Создам эскиз на виде спереди. Бах на вот такой прямоугольник. Нажмем клавишу D. Так, здесь введу, например, 2000 мм. Так, а здесь нужно будет ввести вот такое значение. D маленькая равно 20. Что это нам дает? То есть, например, если я создам какой-то новый элемент, скажу, что данная сторона у него равняется D, и вот эта сторона D маленькая, то, по сути, это наши параметры, которые можно посмотреть вот здесь. Modify, Change, Parameters. И мы видим, что в Sketch 1 у нас создано вот такое количество параметров. Вот, в частности, вот тот самый 20 мм, это вот этот параметр. Поэтому я отменю действие. Так, оставлю здесь 20 мм. Далее, с помощью линии, давайте здесь, в принципе, линия здесь, наверное, не нужна. А вот прям отсюда начну. Нарисую вот такой треугольник. И логика сейчас какая? Я закончу эскиз. Выберу инструмент Revolve. Создам вот такую цилиндрическую поверхность. И верну видимость нашего эскиза. Получается, что по этой высоте у нас будет шаг нашей резьбы. А это будет, как раз, получается, полный оборот по поверхности нашего цилиндра. Поэтому я сделаю Edit Sketch. Здесь выберу, значит, 2 умножить на D маленькое и умножить на P. P записывается именно так, как P, I, большие. Так, а вот этот размер, например, я хочу, чтобы был 20 мм. То есть, если я сейчас, так, снимусь галочку, сделаю Offset вот этой поверхности, скажем, на минус 10, то есть этой линии на минус 10. Так, замкну вот таким образом эскиз. Получилось? Да. Нажму Finish Sketch. Create. Выберу инструмент Emboss. Выберу вот данный эскиз. И выберу поверхность. Так, только пусть здесь будет 20 мм. Окей. То есть, получится, что как раз вот это один виток получился. То есть, если необходимо сдавать большее количество витков, нам нужно увеличивать вот этот размер и количество шагов, соответственно. Так, собственно, задача у нас стоит сделать переменный шаг. Поэтому характер вот этой, скажем так, линии, он должен быть не линейный, изменяться, а как-то вот так изгибаться вот в этом направлении. Поэтому давайте перейдем обратно в Ready Sketch. Выберу, значит, прямоугольничек. И с привязкой вот к этой точке, например, бахну такие прямоугольники. На самом деле я буду делать сплайн. И, значит, с привязками вот через вот эти точки у меня пойдет такая кривая моя. Ну, для начала давайте посмотрим. Так. То есть, здесь у меня 2D на π, да? А я попробую это сделать сначала еще. У меня будет L равно. Нажму ОК. Соответственно, теперь я могу нанести клавишу D. И здесь, например, сделать 2 умножить на L. D. Здесь делаем 3 умножить на L. Клавиша D. А здесь будет 4 умножить на L. Хорошо. Так, теперь вот этот размер у меня здесь указан как 20. Давайте я его введу как K равняется 20. Нажму D. И, соответственно, здесь пусть этот размер будет 2 умножить на K. Здесь у меня будет 3 умножить на K. Так, K маленькая только. Ну и, соответственно, 4 умножить на K маленькая. То есть, какая логика? Если я изменю здесь, например, значение на 30, то у меня изменится все пропорционально. Теперь я вызову Spline инструмент. И давайте попробуем все это прокликать через вот эту, вот эту точку сюда. Хорошо. Теперь единственное, что я сделаю, вот эти линии конструкционными, чтобы они мне не мешали. Ну, как-то так. Вызову инструмент Offset. Так. Console. Возьму этот Spline. И, скажем, его на минус 5 проэкструдирую. Так, только вот нужно снять здесь вот эту галочку. Так, замкнул эскиз. Так, здесь понадобится инструмент Trim, наверное. Для того, чтобы убрать вот эти лишние элементы. Потом мне нужен Extend и продлить немножко вот эту кривую. Теперь могу нажать Finish Catch. Так. Откачу по History. Здесь мне этот Emboss не нужен. Вызову заново. Так, и теперь вызову нашу вот эту вот кривую, которую я строил с помощью сплайнов. Так, здесь почему-то он не замкнулся. Но на самом деле это не очень принципиально. Можно сюда замкнуть. Далее выбираем поверхность цилиндрическую. И мы видим вот такой вот модельку. Такую превьюшку, скажем, спирали. Получается, что 1 шаг, 2 шаг, 3 и 4. То есть при каждом шаге количество витков здесь у нас изменяется. Поставлю здесь, например, 25 и нажиму OK. Единственное, так и момент, тут не очень красиво, наверное. Вот эти вот моменты обрабатываются. Поэтому я отключу эскиз. Перейду в Surface. Выберу Offset. И давайте сделаем Offset, например, вот этой поверхности. Нажиму OK. Отключу видимость нашего тела. С помощью инструмента Thicken, утолщение. Задам, например, те самые 5 миллиметров. Всему этому. И нажму OK. Вернул видимость первого тела. То есть, как мы видим здесь, это ребро идет вот таким образом. А здесь вот таким. В принципе, вот этот вариант, он скорее всего, чуть больше подходит, я считаю. Поэтому пока отключу видимость вот этого элемента. Через Control. Так, обязательно нужно перейти в Solid. Через Control просто выберу эти элементы и нажму Delete. Потом активирую вот это тело. И с помощью Combine можно их просто объединить в одно тело. Вот такой вот несложный способ позволяет создать резьбу с переменным шагом. В принципе, можно здесь создавать эскиз и под двум рейлом делать свип. Какое-то дополнительное. Так что, можно пользоваться. Способ работает. Достаточно стабильно. На этом я видео заканчиваю. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. До новых встреч. До новых встреч.